Вот так вот всё, и вот дом вот второй. Мы в этом месте снесём. И вот это снесём. И это снесём, и вот это снесём. Заброшенное кафе украшает проспект в районе предмостной площади уже много лет. Теперь появилась надежда, что здание с оградкой разберут по камешку. За площадку перед детским центром мэрия будет судиться с собственником. Заброшку уберут, как только будет решение о принудительном сносе. И на этом месте появится новый сквер с игровой зоной, выставкой детских рисунков. Мы формировали этот проект и обсуждали его на урбан-форумах с жителями этих микрорайонов. Они, конечно, за вот это пространство проголосовало более 20 тысяч человек. Это говорит об этом, как оно востребовано. Пока на предмостной площади по-прежнему тихо. Строительная техника сюда не заезжала, хотя начать работы должны были в январе. В планах же много изменений. Но самая важная новость для водителей правобережья – это, пожалуй, решение о расширении Красраба. Пробки в этом месте явление частое. Выход нашелся такой. В ближайшее время городским властям нужно будет провести большую работу. Нужно выкупить помещение у предпринимателей, которые располагаются в этих павильонах. Их здесь достаточно много. Здесь кафе, аптеки, магазинчики и прочее. Все павильоны будут убирать. Во время реконструкции предмостной площади на этом месте будут устроены новые съезды на мост. Это объекты частной собственности, будет уширяться проезжая часть, поэтому под дорогу мы обязаны произвести выкуп, так как это было под Николаевский проспект и другую инфраструктуру. Да, нам нужно необходимо это сделать. Там нужны будут съезды, заезды на предмостную площадь, подъезды к хореографическому колледжу. Отдельный вопрос – сохранение зелени в этом районе. Сейчас на проспекте часть деревьев помечены синими знаками. Это те, что не прошли проверку специалистов на безопасность. Их нужно будет убрать. Еще один вопрос – каким будет участок набережной от коммунального моста и до южного берега. Сейчас он абсолютно заброшен. Станет ли эта набережная продолжением уже готового участка Ярыгинской набережной? Или это будет самостоятельный выход от Поздеев-центра и хореографического училища? Это решение еще тоже предстоит принять. То есть здесь такие должны быть интересные архитектурные решения, которыми глубоко, конечно, должны заниматься специалисты. Ну и все-таки на их заключение мы и будем рассчитывать дальше. Такой сейчас работой занимаемся. Подготовительный этап к 400-летию Красноярска к юбилейным событиям. Пока же площадь остается не в лучшем виде. Еще раньше проектов реконструкции было много. Хотели строить и многоуровневые развязки, и частные торговые центры. Сейчас новые итоговые проекты проходят экспертизы и согласования в кабинетах Минстроя края. Строительство хореографического колледжа и Поздеев-центра должно начаться в этом году. Анна Гейнц и Дмитрий Руц. Новости Прима.